Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире первый в этом году выпуск информационной программы «Законодатели» в этом выпуске. Новый календарный год в собрании депутатов Ненецкого автономного округа начался с заседания Палаты законодательных предположений. Депутаты регионального парламента утвердили планы законотворческой деятельности в постоянно действующих комиссиях собраний депутатов на 2021 год. На заседании Постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, культуры и спорта заслушан доклад профильного департамента об исполнении в 2020 году национальных проектов. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Новый календарный год. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа начался с заседания Палаты законодательных предположений. На заседании был утвержден план работы регионального парламента на февраль. Также депутаты обсудили план законотворческой деятельности на 2021 год. На Палате был принят к рассмотрению ряд законопроектов, в том числе по отдельным мерам соцподдержки граждан. В течение месяца запланировано проведение рабочих групп по внесению изменений в окружной закон о бюджетном процессе и по перераспределению полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления. Народные избранники продолжат работу с избирателями, проведут приемы граждан. 4 февраля в 10.00 состоится первая в новом году сессия. Депутаты рассмотрят более 10 вопросов. Традиционно в начале года подводятся итоги года прошедшего. Поэтому председатель регионального парламента Александр Лутовинов представит информацию о деятельности законодателей в 2020 году. Также о своей работе за прошедший год расскажут руководители счетной палаты округа, регионального управления МВД и управления Минюста по Архангельской области и НАО. В связи с продолжением в округе режима повышенной готовности сессия пройдет с участием депутатов и докладчиков по вопросам повестки. Для жителей округа будет организована прямая трансляция сессии на официальном сайте собрания депутатов и в эфире телеканала «Север». Начало прямой трансляции в 10 часов утра. Первое в этом году заседание постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической политике и бюджету началось с обсуждения экономической составляющей содержания зимников в 2021 году в связи с его поздним открытием. Потому что в своевременном полном объеме были выделены деньги это где-то 77 миллионов на этот год и возникает много вопросов у наших жителей. Отсутствие достаточного снежного покрова в тундре помешало подрядчику предприятию из республики Коми открыть зимнюю дорогу, связывающую округ с большой землей в установленные сроки. Соответственно, средства, предусмотренные в контракте на содержание зимника по мнению депутатов, должны быть уменьшены. На содержание зимника в окружном бюджете предусмотрено 63 миллиона рублей. На обустройство сумма гораздо меньше, порядка 14 миллионов. Как пояснил на комиссии представитель профильного департамента, все работы по обустройству и содержанию зимней дороги принимаются на основании соответствующих актов. И действительно, затраты на содержание зимника в 2021 году снизятся. Также на комиссии депутаты рассмотрели вопрос о приведении окружного закона о развитии малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным. В федеральном законе были внесены уже после принятия нашего закона практически 24 изменения. И также мы приводим в соответствие вот этот закон, очень нужный, необходимый для наших предпринимателей. Утверждая план законотворческой деятельности, на текущий год депутаты подвели итоги работы за 2020 год. Хочу отметить, что на самом деле в прошлом году считаю, что комиссия работала достаточно плодотворно. Из 82 вопросов, которые были приняты из законопроекта, были рассмотрены 30 на комиссии по бюджету экономической политики. Было проведено 21 заседание. И основное это, конечно, рассмотрение вопросов по бюджету. В прошлом году парламент внес изменения в законном бюджетном процессе и бюджет на 2021 год. И последующие периоды будет рассматриваться по новой системе. Мы несколько изменили подход и рассмотрение бюджета непосредственно. Депутаты уже с нулевого чтения вместе с департаментами рассматривали на площадке администрации. Затем, значит, все профильные комиссии рассматривали у себя. Были вынесены рекомендации, которые рассмотрены на депутатских слушаниях. Часть рекомендаций оставлены для работы в комиссиях. И часть было принято непосредственно уже предложение, рекомендации, которые оставлены были на депутатских слушаниях, были приняты уже в бюджете. Одним из главных вопросов, которые остаются на контроле депутатов, реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. Принятого по итогам проведения Дня Ненецкого автономного округа в Совете Федерации в январе 2020 года. Депутаты предлагают усилить меры по отлову диких животных возле населенных пунктов. На комиссии регионального парламента по делам Ненецкого и других малочисленных народов севера, экологии и природопользованию депутаты рассмотрели проводимые мероприятия по защите жителей округа от диких животных. На территории округа ежегодно регистрируются заболевания животных бешенством. В среднем в год фиксируется по 7 случаев заболевания. В основном это дикие животные. 80% от всех случаев заболевания зависит в диких плотоядных животных. Это песцы и лисы. Остальные 20% случаев заболевания приходится на северных оленей и собак, заражение которых происходит от контакта с дикими лисами и песцами. В среднем в год фиксируется, вот тоже за 15-летний период, фиксируются 7 случаев заболеваний животных бешенством. В среднем в год 90% всех случаев заболеваний животных бешенством происходит в зимний-весенний сезон. Именно в этот период местные жители нередко замечают появление диких лис и песцов, которые в случае заболевания могут напасть на собак и людей. С целью защиты населения от бешенства в округе проводится кампания по вакцинации домашних животных – оленогонных собак и оленей. Что касается диких животных, то здесь большую роль играет иммунизация зверей, которая осуществляется на территории региона с 2018 года. Специалисты раскладывают съедобные приманки с вакциной в лесотундровых зонах, преимущественно прилегающих к густонаселенным жилым районам. Иммунизация положительно влияет на снижение заболеваемости. Так, если в 2017 году в регионе было выявлено 15 карантинов по заболеванию бешенством, то в 2020 всего два. По итогам обсуждения комиссия рекомендовала профильному департаменту усилить меры по отлову животных в период прохождения оленьих стад возле населенных пунктов. Широкой общественности представили проект создания пешеходного туристического маршрута по городу Нарьинмар. Участие в презентации приняли спикер регионального парламента Александр Лутовинов, зампредседателя Максим Арбузов, депутаты Наталья Кордакова и Татьяна Федорова, председатель молодежной палаты Владимир Абрамов. Проект создания пешеходного туристического маршрута по городу Нарьинмару стал победителем во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Авторы проекта получили почти полтора миллиона рублей на его реализацию. По проекту на зданиях появятся яркие граффити и в городе будут установлены арт-объекты. Маршрут состоит из 23 объектов от Краеведческого музея, площади Мараце и через дома с народными названиями до ресторана музея Тиман. Протяженность маршрута составит почти 3 километра. Полноценное прохождение с покупкой сувениров, перекусами и прочтением информации на стендах займет почти полтора часа. По задумке авторов будет разработана навигация, мобильное приложение и аудиогид по маршруту. Напомним, что конкурс «Мастера гостеприимства» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму на платформе «Россия – страна возможностей» совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. Кроме вновь презентованного проекта, в ходе встречи обсудили тему развития туристической отрасли в регионе в целом, отметив, что расти есть куда, судя по данным национального туристического рейтинга. Ненецкий автономный округ занял 83-е место. Это плюс 2 позиции к уровню 2019 года, войдя тем самым в так называемую третью грозовую группу рейтинга с условным названием «Начарный уровень». Данный рейтинг составлен журналом о внутреннем и вездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» уже в шестой раз. Кроме того, согласно данным исследованиям, Ненецкий автономный округ вошел в число топ-20 регионов, максимально сохранивших туристов в 2020 году. Обсуждая тему туристического потенциала Ненецкого округа, председатель Собрания депутатов отметил, что необходимо как можно активнее развиваться в сфере туризма, показывая путешественникам доступность арктического региона. Мы все патриоты нашего региона. Какие у нас конкретные преимущества? Все-таки два с половиной часа для нас лету, европейская часть, инфраструктура вся близка, все компактно, все замечательно. Это конкретные наши преимущества. Конечно, кроме этого, то есть транспортная логистика, она чрезвычайно вредна. За 2020 год регион посетили почти 16,5 тысяч туристов. В текущем году Собрание депутатов Ненецкого автономного округа выступит на площадке Парламентской ассоциации Северо-Запада России с законодательной инициативой по возможности субсидировать транспортные затраты поставщикам бензина населению по фиксированной стоимости, установленной органами государственной власти. Этот и другие вопросы включены в план работы постоянной комиссии по госустройству местному самоуправлению Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Снижение затрат на поставку нефтепродуктов коснется в первую очередь жителей труднодоступных сел. Ведь стоимость топлива там сегодня в среднем 80 рублей за литр бензина марки АИ-92. В прошлом году она достигала и вовсе 120 рублей. Запланирована еще одна инициатива о внесении изменений в федеральный закон о доходах производства и потребления. Поправка направлена на увеличение сроков хранения отходов до 12 месяцев. На сегодняшний день федеральное законодательство обязывает регионального оператора вывозить твердые коммунальные отходы один раз в 11 месяцев, в том числе и из населенных пунктов, которые не имеют постоянного наземного транспортного сообщения. Согласно существующей территориальной схеме, отходы необходимо вывозить по морю и реке. Учитывая короткие сроки северной навигации, сделать это будет невозможно. Соответственно, региональный оператор будет вынужден нарушать сроки. Поэтому собрание депутатов выступит с обращением об изменении сроков хранения отходов. Также в рамках комиссии будут рассмотрены вопросы о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния в сельских населенных пунктах округа. Будет продолжена работа по возвращению Заполярному району от сельских поселений полномочий по участию в предупреждении ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В начале февраля состоится первое заседание рабочей группы, на которой обсудят все вопросы и будет определен перечень полномочий, которые сельские поселения смогут исполнить на местах. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа на заседании комиссии по социальной политике обсудили план законотворческой деятельности на 2021 год. Законопроекты, над которыми будут работать депутаты, в этом году расширяют меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Так, за счет средств окружного бюджета будут расширены меры соцподдержки по оплате учреждений детей-инвалидов в специализированных образовательных организациях за пределами округа. Инициатором законопроекта выступила председатель комиссии по социальной политике, депутат регионального парламента Анна Булатова. В основе законопроекта обращение родителей детей-инвалидов по предоставлению за счет средств окружного бюджета дополнительных мер социальной поддержки. В настоящее время детям-инвалидам оплачивается обучение в специализированных образовательных организациях. Также детям-инвалидам и лицу, сопровождающему ребенку, оплачивается проезд в месту обучения в специальных образовательных организациях и обратно. Окружные депутаты предложили продлить меры социальной помощи детям-инвалидам до момента окончания их обучения в специализированной образовательной организации и не только до 18 лет. Председатель постоянной комиссии также напомнила, что проект закона находится на общественном обсуждении и размещен на официальном сайте окружного собрания депутатов. Еще одна законодательная инициатива касается оказания услуг по зубопротезированию жителям округа, достигшим 50 лет, для женщин и 55 для мужчин, а также неработающих инвалидов вне зависимости от возраста. Кроме того, окружные депутаты планируют рассмотреть проект закона об установлении запрета на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и введение административной ответственности за нарушение правил продажи. В повестку дня работы постоянной комиссии по социальной политике в феврале включили вопросы, связанные с лекарственным обеспечением жителей округа и работой структурных подразделений Ненецкой формации на селе. Также парламентарии вернутся к обсуждению комплексной медико-социальной помощи детям с задержкой речевого развития. Этот вопрос окружные депутаты поднимали в декабре 2020 года. По итогам обсуждения профильным ведомствам направлены предложения для проработки вопроса. На контроле комиссии остается и вопрос об эксплуатации блочно-модульных зданий, фельдшерских здравпунктов в сельских населенных пунктах. На первом заседании в этом году постоянной комиссии собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам образования, культуры и спорта под председательством депутата Андрея Смыченкова был заслушан доклад Департамента образования, культуры и спорта об исполнении в 2020 году национальных проектов, курируемых профильным ведомством. В частности, речь шла об исполнении показателей по национальному проекту образования, в рамках которого на территории региона реализуются проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая среда», «Учитель будущего». В своем отчете руководитель департамента остановился на главных достижениях 2020 года, осуществленных на территории Ненецкого автономного округа на условиях софинансирования с федерального бюджета. Созданы центры цифрового гуманитарного профиля «Точка роста» в трех школах на Ренмаре. Это первая, третья и пятая. Также создан аналогичный центр за счет средств окружного бюджета в школе «Индига». В рамках введения эксплуатации нового здания центры были открыты 29 сентября 2020 года. Также обновлено учебное оборудование, материально-техническая база в коррекционной школе. Создан центр «Добра школы», открыт был 1 сентября 2020 года. Также мы и проводим работу, что входит в федеральный проект «Современная школа» по строительству современных зданий школ, которые запланированы на следующие годы 23-й Нельминос и 24-й поселок Искатели. Предполагается, что новая школа в Нельминосе на 135 школьников и в Искателей на 860 построят на условиях софинансирования с федерального бюджета. В рамках национального проекта образования в 2020 году также были достигнуты следующие показатели. Создан детский технопарк «Кванториум» как структурное подразделение детского и юношеского центра «Лидер». Запущен региональный портал «Навигатор» дополнительного образования Нинского автономного города для внедрения цифровой модели развития региональной системы дополнительного образования. Функционирует центр выявления, поддержки и развития одаренных детей с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех», создан в 2019 году на основании соглашения сотрудничества между администрацией Нинского автономного округа и образовательным фондом «Талант и успех». Руководитель департамента в ходе своего отчета раскрыл также ряд мероприятий, которые планируются осуществить в округе в ближайшей перспективе. В частности, речь идет о создании центров гуманитарного профиля «Точка роста» в ряде школ и округа. В 2021 году запланирована школа номер 2 «Барьерки» и поселок «Красная». В 2022 году запланирована школа номер 4 «Несь» и «Уськара». В 2023 году это «Искатели», «Хариверы», «Нишняя пеша». В ходе обсуждения отчета депутаты дали руководству профильного департамента ряд рекомендаций. В частности, прозвучали рекомендации проанализировать работу в сфере физической культуры. Сколько человек у нас вовлечены в физическая культура, сколько человек у нас сдали нормы ГТО, если мы тратим деньги, должно быть отдача. Сколько человек, детишек, освобождены от урока физкультуры, сколько в разрезе школ по заключению по состоянию здоровья. И какая средняя посещаемость урока физкультуры. Депутат Наталья Кордакова затронула кричащую, по ее словам, проблему ремонта школы в поселке Харута. «У нас на сегодняшний момент с нашей стороны проектно-смертная документация разработана. Проект есть, все, нам необходимо финансирование для того, чтобы объявлять торги и дальше уже непосредственно реализовывать проведение ремонта. Мы на сегодняшний момент уже продумывали схему о том, что в случае, если будет ремонт, мы понимаем, что школу необходимо закрывать. И мы понимаем, что мы не сделаем это быстро, за месяц, за два, за три, с учетом в том числе логистики в Харуту. Уже прорабатывали вопрос, куда мы сможем разместить школу, каким образом пока она ремонтируется. Но без средств мы ничего не сделаем». Решение вопроса по ремонту школы в поселке Харута депутатская комиссия по вопросам образования, культуры и спорта взяла на особый контроль. Депутат Матвей Чупров также выразил свое мнение по кадровой политике в сфере образования. Он считает, что нельзя сокращать должности заочи младших классов в крупных школах города Нарьинмара. Так как это произошло в 4-й городской школе, где действительно очень большое количество младшеклассников. Также в ходе первого в этом году заседания комиссии депутаты утвердили план законотворческой деятельности на 2021 год. Председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры округа в режиме видеоконференц-связи. В ходе коллегии прокурор округа подвел итоги работы прокуратуры в 2020 году. И выделил приоритетные задачи, поставленные президентом Российской Федерации перед органами всех из две власти. В первую очередь это реализация национальных проектов и региональных программ. В своем выступлении на коллегии прокуратуры Ненецкого автономного округа председатель окружного собрания депутатов отметил, что представительные органы власти региона и окружная прокуратура давно и плодотворно работают вместе в нормотворческом процессе. Прокуратура активно использует свое право законодательной инициативой и регулярно вносит в окружное собрание законопроекты и предложения по внесению изменений в нормативные акты региона и приведению в соответствие с федеральным законодательством. Спикер окружного собрания также подчеркнул, что деятельность окружной прокуратуры становится все более открытой и системной. Большое внимание уделяется вопросам ЖКХ и противодействию коррупции совместно с правоохранительными органами. Органами государственной власти и органами местного самоуправления обеспечивается соблюдение законности, правопорядка и социальной стабильности в регионе. Говоря о планах совместной работы на этот год, Александр Лутовинов отметил внимание на необходимость приложить все усилия для гарантии избирательных прав граждан и обеспечить доверительное отношение общества к результатам выборов во время проведения выборов в Госдуму и органы местного самоуправления. Заместитель председателя собрания депутатов Ненинского автономного округа, руководитель фракции партии «Единая Россия» Максим Арбузов принял участие во втором социальном онлайн-форуме «Единой России». На котором обсуждалась добровольческая деятельность во время пандемии, а также меры поддержки волонтеров. Волонтерские центры «Единая Россия» объединяют в стране больше 100 тысяч добровольцев. Максим Арбузов рассказал журналистам, что с начала второй волны коронавируса региональный волонтерский центр «Единой России» сосредоточился на доставке бесплатных лекарств маломобильным людям, пенсионерам из категории 65+, и больным ковидом. Механизм отработан до автоматизма. Врач в поликлинике выписывает лекарства, волонтер их получает по рецепту в аптеке и доставляет человеку. В условиях полярной зимы такая помощь очень востребована. Человеку не надо по морозу добираться в поликлинику, а потом сидеть в очереди и подвергать себя опасности заражения. Пакеты с медикаментами каждый будний день волонтеры забирают из аптеки и отвозят тем, кому они так необходимы. Людям с хроническими заболеваниями старше 65 лет и находящимся на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции людям. На дом вызывают терапевта, он им выписывает рецепт, соответственно в поликлинике волонтеры эти рецепты забирают, относят в аптеку. Там формируется пакет уже по льготным рецептам и волонтеры каждый день с пенедельника по пятницу развозят данные лекарства. За день таких пакетов с медикаментами может быть от 3 до 20-30 и каждый из них без задержек отправляется к своему адресату прямо из рук волонтеров. Во время региональной недели к волонтерам присоединился и депутат Государственной думы от Ненинского автономного округа Сергей Коткин. Я счел своим долгом сегодня с ними поработать, походить, посмотреть, что это такое и не на себе почувствовать вот эту работу. Огромное всем спасибо, просто низкий поклон. У нас замечательная молодежь, которые действительно достойные представители наших отцов, дедов и прадов. Низких и абсолютно безвозмездно, по доброй воле встали, пошли и помогли. Волонтерским центром «Единой России» совместно с региональным ресурсным центром добровольчества такая поддержка оказывается регулярной и безвозмездной. Обратиться за помощью в доставке медикаментов можно по номеру телефона 601-88. Депутаты собрания депутатов Ненинского автономного округа на этой неделе совместно с депутатами Гурсовета и Совета Заполярного района, представителями профильного департамента, окружной администрации и учреждений здравоохранения продолжают прием граждан в рамках Всероссийской недели приемов, посвященной проблемам здравоохранения. Тематическая неделя завершится 5 февраля. Мероприятия организованы общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. После новогодних праздников также возобновились личные приемы граждан депутатами регионального парламента. Так, в январе личные приемы провели депутат Максим Арбузов и Наталья Кордакова. Напомним, что записаться на прием к депутатам собрания депутатов Ненинского автономного округа можно по телефону 8-800-18-53-2-16-90. Также письменное обращение можно направить по электронной почте, адрес который вы видите на своих экранах. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в следующую среду, 10 февраля, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok